Добрый вечер! С вами Брест и Брещание. Сегодня в нашем выпуске. Приучаемся к порядку и паркуемся правильно, а не то оставленный в неположенном месте автомобиль может вдруг исчезнуть. Патронатное воспитание. Взять ребенка-сироту на выходные в семью и тем самым дать понять, ты нам нужен, мы тебя любим. Храни порядок и порядок сохранит тебя. Латинское изречение. Очень много людей иногда выходят и не находят свой автомобиль. У некоторых возникает сразу паника. Украли, угнали, либо еще что-то. На самом же деле автомобиль может быть просто эвакуирован. И такие сюрпризы станут нередкими, если автолюбители не будут соблюдать правила парковки. Дело в том, что с 25 октября вступила в силу инструкция о принудительной эвакуации авто, стоящих в неположенном месте. Особенно внимательными следует быть тем, кто любит оставлять машины на обочине дороги зимой. Так вот, если ваш автомобиль будет припаркован, как вам кажется, без нарушения правил дорожного движения, но он будет мешать уборке снега коммунальным службам, и, естественно, будет проводиться отбуксировка транспортного средства. Если раньше отбуксировку транспортного средства производили только на охраняемую стоянку, то теперь она может оказаться в любом другом месте. И чтобы найти железного коня, придется постараться. Сотрудники госавтоинспекции будут максимально принимать все меры для того, чтобы информировать владельца транспортного средства о том, что будет производиться процедура эвакуации автомобиля. Но здесь необходимо учесть следующий фактор, что большое количество автомобилей зарегистрированы на одном человеке, а реально распоряжается и владеет этим автомобилем совершенно другой человек. То есть, например, мы ищем по техническому паспорту Иванова, а распоряжается, например, Петров. И дело в том, что бывают случаи, когда Иванов и Петров между собой общаться не могут. То есть, в таком случае, конечно же, мы не можем, как говорится, надлежащим образом проинформировать владельца транспортного средства. Почему? Потому что им распоряжается совершенно другой человек. Не к радости нарушителей и тот факт, что с началом действия инструкции право эвакуировать или отбуксировать автомобиль имеют не только сотрудники ГАИ. Если вдруг, например, он препятствует проезду корейской скорой медицинской помощи, например, автомобилю МЧС, либо другой службы такой, как таможенного комитета, следственного комитета. То есть, в этом случае должностные лица могут проводить отбуксировку транспортного средства в любое место. То есть, опять же, законом не оговорено в какое-то место. Это может быть за метр, за два метра, в соседний какой-то двор. Так, чтобы просто ваш автомобиль не мешал, скажем там, например, проведению следственных каких-то действий, проведению очистки проезжей части, либо проезд в другую дворовую территорию. То есть, чтобы вообще не возникало никаких конфликтов, просто старайтесь свой автомобиль оставлять без нарушения правил дорожного движения. В случае, если вдруг вы вышли и вашего автомобиля нету, а еще, скажем так, вы увидели, что нарушили правила дорожного движения, либо мешали какой-то из специальных служб, позвоните в 414444 и просто узнайте, не был ли эвакуирован или отбуксирован ваш автомобиль. Даже если сотрудники госавтоинспекции подскажут местонахождение авто, в самой ситуации мало приятного. Стресс, трата времени на поиск, штрафы. Не лучше ли просто соблюдать порядок на дорогах? Кстати, есть и приятное нововведение. Забрать машину со штрафстоянки теперь можно будет по первому требованию. А штраф платить все равно придется. Но потом. Отныне, чтобы не попасть в интересное дорожно-транспортное положение, водителям действительно придется постараться. Ведь факт остается фактом. Парковок в городе не хватает, уж тем более в его старой части. Далее мы расскажем, что же такое патронатная семья и как она может помочь в воспитании ребенка, лишенного родительской опеки. Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. Оскар Уайльд. Сегодня государство затрачивает немалые средства на содержание детей в детских домах и интернатах. Их персонал тоже вкладывает много сил, чтобы дети-сироты получили все необходимое в подготовке к самостоятельной жизни. Но ничто не заменит роль семьи в воспитании ребенка, в формировании его личности. Пусть даже это семья на выходные дни или патронатная семья. Цель ее создания – формирование позитивного жизненного опыта, укрепление родственных связей, адаптация в социальной среде. Забирать детей можно на каникулы, можно забирать на выходные дни, праздничные дни, которые являются государственными, установленными в нашей республике Беларусь. Забирать детей на патронатное воспитание можно и в тот период, когда дети находятся на оздоровлении либо лечении в стационарных учреждениях. Также можно забирать деток и тогда, когда они готовятся к вступительной кампании, то есть подготовке к поступлению в учреждение образования. Ребенок попадает в семью, то есть из интернатного учреждения на время выходных дней, либо на каникулярное время, ребеночек сможет проживать в семье. То есть люди, которые оформляют патронатное воспитание, окружают его заботой, вниманием, любовью. Я думаю, что в первую очередь это нужно детям. Если есть желание помочь ребенку-сироте обрести себя и свое место в жизни, необходимо обратиться в отдел образования спорта и туризма по месту жительства и написать заявление. В течение 15 дней оно будет рассмотрено. В течение этих 15 дней мы также можем выйти на обследование жилищно-бытовых условий. Для этого мы выходим на акт обследования, смотрим, как проживает кандидат, какие у него есть условия и даем свои заключения. Если, например, человек, который обратился к нам, еще не знает, какого ребенка он хочет, заключение наше может содержать рекомендательный характер. То есть мы можем рекомендовать, кого он может взять, девочку или мальчика, например, сколько детей, одного или двоих. Когда получено заключение, составляется договор определенный, который составляет то учреждение, откуда забирают ребенка, он отдается на руки патронатному воспитателю, отдается, пересылается какой-то экземпляр нам, для того, чтобы мы знали и могли отследить, что ребенок, который проживать будет какое-то время у нас будет находиться, мы должны будем осуществлять определенный контроль. Точно такой же контроль осуществляет и то учреждение, в связи с тем, что опекуном остается директор учреждения, в котором находится ребенок и проживает постоянно. Бывает, при выборе ребенка возникают довольно щепетильные ситуации, которые нельзя не учитывать. Если в интернатном учреждении находятся братья или сестры, то желательно не разделять деток, но и учитывается желание самих детей. То есть, если детям есть 10 лет, обязательно должны быть согласия вот этих вот деток, что они желают попасть в эту семью. Несмотря на то, что ребенок находится в семье непостоянно, подход к утверждению кандидатов очень серьезный. Претендовать на статус патронатных родителей могут все дееспособные граждане. Но отказ наверняка получат те, кто уже однажды лишался родительских прав, привлекался к административной или уголовной ответственности, имеет алкогольную или другую зависимость, чьи дети хоть однажды нуждались в госзащите. Лишиться статуса патронатных родителей могут и те, кто уже заключил договор. Договор можно расторгнуть заранее, если кандидат или патронатный воспитатель не выполняет определенные пункты договора. Поэтому в следующий раз уже этому человеку, этому гражданину будет дан отказ в установлении патронатного воспитания. Но такое, к счастью, бывает редко. В этом году уже поступило более 10 заявлений на оформление патронатного воспитания. В основном это родственники, осиротевших по разным причинам детей. Но иногда и чужие люди могут стать самыми близкими и родными, сыграв самую важную роль в жизни ребенка.